Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Scrap Note. Игра выходит в Стиме 3 марта в раннем доступе, ну а сейчас мы смотрим на ранний доступ раннего доступа, выданный разработчиками. Ну и сами разработчики описывают свою игру как командно-административная игра на выживание по строительству базы с элементами Стимпанка. Что бы вот в описании командно-административно эта часть не значила, по факту мы имеем одиночную крафтово-строительную выживалку в Стимпанк-сеттинге с упором на строительство базы и на оборону базы от разных механических созданий, которые хотят убить всё живое, наверное, я не знаю. Ну и всё это приправлено простенькой такой графикой и очень странным видом сверху. Давайте посмотрим, что это за игра, и если вы хотите видеть больше серий по Scrap Note, то пишите об этом в комментариях. Не забывайте оценивать видео, ставить лайки или же дизлайки, если вам вдруг всё это дело не нравится. Ну а мы будем играть на максимальной сложности. Создадим персонажа. Поставим здесь замочек, чтобы нельзя было сложность во время игры менять, да? И что? И всё. Галактики. Вроде всё правильно. Начинаем новую игру. На этой сложности у нас самый сильный голод, самые сильные противники и самые сильные нападения на нашу базу будут. Да, камерой управлять я уже научился, я молодец. Давайте собирать барахло быстренько. Так. Всё, что сможем подобрать, всё нам пригодится. Любые консервы, семена вообще обязательно. Ткань. Окей. Открываем двери. Помидорчики заберём. Книги навыков. Книги навыков. Да, 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 это я всё знаю уже. Развитие персонажа у нас идёт через книги навыков. Для тех или иных крафтов нам понадобится определённое количество тех или иных книг. Ну и мы их будем находить по мере исследования мира. Как-то вот так вот сделана прокачка персонажа через эксплоринг. Так. И ещё одна книга навыков. Вроде бы всё мы здесь забрали. Поднимаемся наверх. Так. Консервы. Радар предметов. Радар предметов подсвечивает всякое барахло, которое мы можем подобрать. Но его нужно активировать. Давайте сейчас поставим на девяточку, к примеру. Вот таким вот образом. И ходить типа с ним, да. Вот видно, что кирка подсветилась. И теперь я могу эту кирку взять. Давайте, наверное, как-то вот так вот организуем. Кирку, простите, да. И покопаем немного двери. Заклинившая. Так. Есть верстак. Но эти три страницы, две с половиной предметов, это не всё, что мы можем создавать. У нас есть разные верстаки для разных крафтов, для разных целей. Так. Собираем. Собираем. Немного утиль. Так. Всё. Да, тут я всё вроде подобрал. Давайте пообщаемся с компьютером. Он нам расскажет дальше, что нам нужно делать. Что произошло? Я ничего не помню. Ты можешь проверить, бортовой самописец? Что-то повредило второй двигатель. Фюзеляж самолёта полностью уничтожен. Где я могу найти помощь? Мы разбились недалеко от старой башни. Может быть, там ты найдёшь что-то полезное. Скажу, проверю. Подожди. Кислород вокруг самолёта загрязнён. Следи за уровнем кислорода на рюкзаке. Это всё? Найди снаружи щит. Дополнительное оборудование всегда пригодится. Возвращайся, когда что-нибудь найдёшь. Окей. Задание обновлено. Ну и пошли наверх. Да. Текущая цель на карте помечена. Уровень загрязнения кислорода. Так. Ага. Вот так. Хорошо. Подобрали щит. Да. Драться я тоже уже научился. Я молодец. Ботиночки приоденем. Ботинки, да, нам 4 защиты дали. С этой стороны сейчас тоже соберём. Нам весь этот утиль понадобится в огромном количестве. Все эти материалы для крафта будут очень нужны. Давайте быстренько сейчас. Оп. Так. Кубину в руки. И давай. Метелить вражину. И всё, что с него выпало, тоже собираем. Быстренько врываемся. Забираем контроллер радара. Я нашёл башню. Что-то там ещё. Подобрали, подобрали. Горшок. Осмотримся. Да, вот это всё можно копать. Уголь, медь, камни, железо, золото здесь есть. Деревья рубить можно будет. Так. Всё. Пока пошли. Могу ли я вот интересно поломать, может быть, топором? Горшок, ящики. Горшок. Что бы это ни значило. Ладно. Здесь можно подышать немного, да? Хорошо. Так. Ну давайте вернёмся к компьютеру, потом пойдём на другую сторону самолёта посмотрим. Рядом с башней я нашёл это устройство. Полезным не выглядит. Попробую подключить его к основному контроллеру на нижней палубе. Может, у нас получится восстановить некоторые данные. Окей, погнали. Наверх. Угу. О, стоп, я зелье пропустил, смотрите. Оп, хорошо, я молодец. Слишком далеко. Я подобрал. Большая часть данных повреждена, но я смог прочитать одно место. И что я могу там обнаружить? Я понятия не имею, но это твой единственный шанс. Я добавил метку на твоей карте. Проверь это место. Доберись туда как можно скорее. И да, меточка на карте появилась у нас. Карта кажется довольно большой. Много разных точек интереса, да. С разными лагерями, храмами, пещерами, Стоунхенджами, укрытиями. И всякими-всякими разными другими штуками. Только по центру, да, на этом острове у нас нет места интереса. Я не знаю, насколько, как бы, все это открыто у нас будет во время раннего доступа, да. Насколько это уже все готово. Но мест, кажется, довольно много. Тут не то, чтобы прям большие расстояния, но все равно. Бродить не перебродить. Так, да, пошли, пошли. Поднимаемся наверх. И давайте спустимся с этой стороны. Немного... Ты нормальный вообще. Так. Может быть в режиме боя, кстати, можно... Нет, ящики не ломаются. К сожалению, в режиме боя. Так, нам... О, кристаллы... Синие кристаллы нам очень нужны. Давайте мы их заберем. Прямо сейчас. Куда ты полетел? Хорошо, подобрал. Что там? Еще утиль. Так, хорошо, все. Это просто камень. Камень нам тоже пригодится, но сейчас... Место в инвентаре забивать не будем. Уголь, да, все это нужно будет. Так, как там дела у нас? Половина кислорода. Осталось у нас есть кислородный баллон еще. Ну, идем пока быстренько. К нашей цели. О-о-о, мы, кажется, пришли. Так. Немного помидоров тут заберем. Помародерствуем. Так, капусточка, семена. Хорошо. Еще книга навыков. Стол бронника. Мы можем посмотреть, да, какие предметы мы можем создавать в плане брони. Сколько там? Где-то пять сетов получилось, плюс-минус. Так, вот это вот нам тоже все нужно будет. Что мы можем сейчас... Выложить? Может быть, камень выложить? Хотя с другой стороны мы сейчас вернемся сюда. Я думаю... Стол оружейника, да, это все оружие. Тоже пять страниц оружия. Всякие разные варианты там есть. Так, хорошо. Расти, я видел твою посадку. Невероятно, что ты можешь стоять на ногах. Ой, подожди ты, человек. Последнего человека я видел около двух столетий тому, когда эта часть острова была пригодна для жизни. Что ты здесь делаешь? У меня повреждены ноги, я не могу двигаться. А что это за машина посредине? Это кислородный фильтр. Раньше пытались бороться с загрязнениями кислорода. Эта машина, как и другие, повреждена. Я ничего не знаю о других фильтрах, но отремонтировать эту несложно. Где я могу найти части? Все, что нужно, ты можешь найти в моем укрытии. Попробую ее отремонтировать. Хорошо. Так. Теперь нажимаем 6. И добавляем сюда, к примеру, вот это барахло. Так. Перетаскиваем теперь сюда. Нажимаем 7. Добавляем вот это барахло. И нам надо теперь принести сюда все-таки. Я, наверное, камни выложу. Камней хватает. 5. Загружаем. Отлично. Пока я не забыл, пойду сразу возьму... Камни. Нет, морковку возьму. Еда мне пригодится. Давайте съедим сразу немного консерв. 1, 2, 3. Да, все 4, наверное, съедим. Может быть, даже догонимся и пятой, чтобы место освободить. Мы, в принципе, скоро перейдем уже на более вкусную пищу. Вижу, что теперь ты можешь дышать. Здорово. Где я могу найти части для самолета? Есть шанс, что ты найдешь что-то полезное на заброшенной фабрике в южной части острова. Я проверю. Это, наверное, невозможно. Путешествие на такое расстояние без кислорода — это верная смерть. У меня есть план, но позже мне понадобится твоя помощь. Что я могу сделать? Во-первых, позаботься о себе. Ты никогда... Ты нигде не найдешь консервы. Ну, да. Неподалеку есть одно место, где можно разбить лагерь. Я добавил метку на твоей карте. Это особое место. Ты можешь мгновенно создавать здание и предвидеть возможные атаки на это место. Рядом с этим местом есть здание с телепортом. Если уделишь какое-то время, то сможешь его активировать. У меня есть еще для тебя устройство, которое превратит сырье в выбранные предметы внутри строительной площадки. Возвращайся завтра, когда построишь укрытие. Отлично. Так, ну и давайте, пока мы тут разговаривали, мы проголодались весьма сильно. И давайте сожрем вот это вот дело и заберем... Что, грибы? У меня были грибы? Нет, не было грибов. Но мы сейчас, да, вместо того камня соберем немного грибов. Вообще можно обойти вот здесь. Без проблем. Так, спрыгнуть. Собрать еще немного утиля. Всякого разного. О, золото здесь есть. Хорошо, золото нам понадобится. И весьма скоро. Так. Грибы. Тоже будут очень нужны нам. У-у-у, я пошел, я пошел. Я не хочу с тобой драться. Кыш, кыш, кыш. Я могу, конечно, да. Как бы тоже утиль, там все дела. Но мы пока пойдем базу построим. Электрический утиль. Микросхемки, да, мы с него получаем, да. Так, и куда мы пришли вообще? Вообще не туда, короче, мы пришли. Ладно. Блин, у меня места нет, чтобы сокровища выкопать. Ну, точнее, чтобы, да, собрать его. Может, там утиль будет? О, семена морковки. Ну, немного не то сокровища, но как бы, да, еда нам определенно понадобится. Инвентарь переполнен. Тоже золото, хорошо. Рядышком есть совсем. Нет, что у нас такое? Я здесь не был. У-у-у, я понял. Это у нас шахта. Кирку мы здесь оставим. Нам она тоже здесь пригодится. И где я? Ага. Нам дальше по дороге. Вот, не стоит, наверное, камеру крутить слишком много, потому что теряюсь я. Вот и телепорт, о котором Расти говорил. Утиль не собрать. Кнопку для телепорта мы нашли, но для того, чтобы активировать телепорт, нам понадобятся еще красные кристаллы. Так, хорошо. И где-то вот здесь. О, золото еще. Ну, ты напросился. Давай. Я был готов тебя в живых оставить. Так. Ну, вот и, собственно, наше место для базы. Вот эти индикаторы вокруг нашей базы будут указывать нам на возможность нападения. Когда они пожелтеют, нужно будет готовиться. Но пока... Пока да. Нам надо первым делом позаботиться о пропитании нашего невероятно голодного персонажа. Так. Ну и давайте мы посмотрим, что мы можем здесь делать. Пока что, по-скромному, первым делом организуем верстак. Рядом... Давайте, наверное, колодец первым делом сделаем для того, чтобы... А, сундук. Сундук тоже хорошо. Нет у нас никаких полезных предметов для этого. Так, 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 так. Могу я выбросить... Выронить. Что не жалко. Семена все надо. По 11 штук в стаке. Да. Так. О, отлично. Мы можем просто все выбрасывать без проблем и потом подобрать. Давайте я сейчас освобожу немного места, нарублю древесины, сделаю сундук и переложу все это добро в сундук по-нормальному. Так. Нам нужно будет тут турели строить. Нужно будет энергию проводить для всяких устройств. Так. Так. Доски 10 штук есть. Камень я весь выложил. Давайте сейчас копнем немного камня. сделаем кирпичи. Сделаем кирпичи. По-моему, этого будет маловато. По два нам надо, да, на этот самый. Ясно. Кирпичи не поместились, да, потому что досок много. Ну-ка, ладно, надо все же сундук тогда поставить. Сейчас первым делом где там сундук у нас? Вот здесь был. Развернем. Окей. Для освещения тоже нужна будет энергия, так что пока мы в темноте тут посидим. Можно фонарь в руки взять, но нам в руках надо постоянно, чтобы разные девайсы были. Так. Кристалл выложить можно. Зелье лечения пока что я тоже выложу. Окей. Надо камни еще собрать. Мы можем попробовать. О, давайте вот этот вот большой камень рубанем. Нам, может быть, хватит. так. Сделаем кирпичи еще и я хочу первым делом построить колодец. Так. Где-то вот здесь. Как там до конца территории нашей? Где она заканчивается? Хорошо. Где-то вот здесь мы поставим колодец. И вокруг колодца можно размещать поля. Пока у нас поливочной машины нету, придется поливать поля вручную и лучше и удобнее это делать, конечно же, возле колодца, чтобы ведро с водой не носить далеко. Где-то вот так в два ряда сделаем пока что полей. Так. Надо бы забрать сейчас этот утиль. Давайте семена посадим все, которые у нас есть. А, можно ведро еще тоже сделать. Ведро одно нам хватит. Так. Вот семена и вот семена. Отлично. У нас целая куча семян. и вот семена уже просят, чтобы я их полил. Ща, ща польем. все, еды у нас скоро вырастет. Пока у нас еда новая растет, давайте мы подумаем, что мы можем приготовить вкусненького из вот этой вот еды. Возьмем древесину с собой, срубим, наверное, еще одно дерево. И угля для котла вот прямо здесь можно рядышком тоже накопать. Почему-то они в каких-то пузырях, эти семена. Непонятно. Нужно поесть нашему персонажу, да, он уже весьма сильно проголодался. Но нам надо котелок бы поставить и приготовить вкусную еду сразу было бы очень хорошо, чтобы не есть еду такую простенькую. Нам надо еще одну эту руду, эту угольную руду, да? Ну, блин, черт. Жалко, что когда отпускаешь мышку чуть раньше, чем надо, надо заново копать и время тратить. Давай, 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 давай. Есть три угля. Так. Поставим здесь котелок. Ну, котелок, давай. И теперь... Нет, нам надо все-таки что-то съесть, будет обязательно. Морковку одну съем. А то сейчас помрет наш персонаж. Ну и теперь берем грибы, добавляем в кастрюлю, берем тыкву, добавляем в кастрюлю и морковку добавляем в кастрюлю. И пошла еда вкусная, сочная, готовится. Уже светает как раз. И на рассвете можно будет сочненькой еды поесть. Тут тоже, да, надо посмотреть, что получится еще, потому что... Разные рецепты, разные комбинации из ингредиентов, разную еду дают нам. Среднее блюдо получилось, что не очень. Давайте сделаем сейчас... Где? Вот оно среднее. 40 еды сразу, оп, и хорошо поели. Если мы съели бы тыкву, морковку и гриб, да, вроде бы эти мы ингредиенты положили, то мы бы получили намного меньше еды. У нас там еще капуста одна есть, надо будет сейчас ее тоже приготовить. Так, ну а пока все это дело готовится, мы можем... Что мы можем здесь полезного сделать? Сейчас посмотрим. Среднее блюдо. Так. Давайте попробуем помидорчик и грибок. И потом капусту эту тоже в дело пустим. Дерево. Дерево тоже полено в ферме. Ну, дерево у нас пока рядом есть, я думаю, древесину сажать сейчас прям не будем. Давайте посмотрим, что еще мы можем полезного сделать. Машина для семян нам определенно понадобится. Где-нибудь вот здесь, возле колодца мы ее поставим. Ее поставим. Когда овощи подрастут, мы их собирая, можем получить семена. А можем не получить семена, как-то вот так это работает. Поэтому иногда придется часть урожая в семена переводить. Так. И давайте морковку. Что мы там получили? Ага. Они не стакаются. Вот в чем проблема такой еды. Ну, мы съедим тоже. Пока я готовлю одно блюдо, да, мы уже проголодались, так что можем его сразу же и съесть. У нас есть еще вариант с консервами. Консервы стакаются в слотике. Может быть, консервы с собой брать в качестве... Консервная машина нам надо, да? Так. Досок немного. И... Ой, не туда. Сюда. Давайте консервную машину тоже сделаем рядышком здесь. Может быть, нам придется консервы готовить. О, большое блюдо. 50 еды. Хорошо. Проблема в том, что сейчас нам смешивать уже тут нечего. Но небольшой запас еды у нас есть. Пока не вырастут здесь овощи, да, мы ничего особо сделать не сможем. Так, но у нас есть синие кристаллы. Синие эти кристаллы нам понадобятся для... Для аккумулятора. Давайте мы возьмем их и сделаем аккумуляторы. Да ну что такое? Вот сюда. Аккумулятор. Давайте пока... Я даже не знаю, куда мы его поставим. Печка у нас где-то должна будет стоять. Давайте вот так поставим. Сколько нам их нужно будет? Я не знаю. Пока давайте на одном остановимся. И чтобы аккумулятор работал, да, заряжался энергией, нам нужно сделать, к примеру, ветряную мельницу. Да, 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 да. О! Так, ну допустим. Все, пошла энергия. Теперь мы можем ставить турели и заряжать через эти аккумуляторы. Но было бы хорошо поливочную машину поставить. Прямо было бы очень хорошо. Для этого нам понадобится два золотых чипа. Для золотых чипов нам нужно... Золото. Золото нужно переплавить. В электрической печи. Но опять же у нас закончился лом весь. Весь, да. Семена, я думаю, выложу. Ткань вроде нам пока не надо. Камни тоже можно выложить. Кислородные баллоны я оставлю на всякий случай. Кирпичи. Да и этот лом с древесиной тоже можно выложить, пока нам это все не нужно. И можем пойти немного... Поисследовать пещерам. Ну вот пещера интересный вариант. Я пещеру еще не видел. А, да. Можно этого робота на утиле разобрать правильно. А, вторую часть мы от него подобрали. Вон, золото у нас рядышком есть. Но нам бы немного утиля собрать. Так, так. Ну, давайте спустимся в шахту. Посмотрим, что тут интересного. Синие кристаллы. Красные кристаллы где-то сверху растут. Так что не подобрать их. Зеленые тоже еще какие-то есть. Оп, так, так. А еще у меня дубина скоро поломается. Вот в чем проблема. Нужно будет что-то новое сделать для... Ммм... Лопатой бить будем? Ну давай, лопатой его. 5-10 урона. А, это киркой я его бил. Не лопатой. Так, хорошо. Грибов набрали тоже для разнообразия в еде. Пошли спустимся пока вниз. Это... Вроде не очень красный кристалл, кажется. Водный танк. Печь. Нужен уголь. Здесь нужна вода. Для чего? Мефриловая руда. О, хорошо. Так, я к этому не пойду пока. Драться мне с ним нечем. А вот эти кристаллы я бы выкопал с удовольствием. Красный это или... Фиолетовый, да. Не очень красный получился кристалл, к сожалению. Зря, зря, зря. Зеленый. Так, что там у нас? Давай, давай. Подобрал. Все, убегаем, убегаем, убегаем. Убегаем. Уголь я могу запросто, да, приторабанить. Воды тоже могу приторабанить. Пошли наверх. Уголь вот прям... Прямо здесь. За водой надо вернуться будет на базу. Там как раз еда, наверное, уже выросла. Надо, наверное, топором разбить того робота. Да, собрать с него утиль тоже будет полезно. И посмотрим. Так, давай, собирай, собирай. Нам все это нужно будет. Четыре. Окей. О, он ушел? Он ушел. Так. Давайте, нам надо вот так вот это сделать. Пять. Пять. Во. Такс. Паровой двигатель. Еще посмотрим, что он там будет двигать нам. Ну, нам бы поесть. Теперь снова давайте вот это съедим. Побежали пока наверх. Столько грибов. Это классно. Так. И нам получается вот туда, если я не ошибаюсь. Вдоль этого... Этой горы, этой скалы. Немного мы материалов собрали. Может быть, хватит нам на печку сейчас. Давайте поглядим. Да, хватает на печь. Давайте поставим ее где-то здесь. Так. Можем теперь золото переплавить. Что у нас тут? О, есть. Есть еда. Много еды. Класс. Так. Теперь надо посадить те семена, которые... Получилось собрать. И посмотреть, чего нам не хватает. Все вот это, да, выходит 4. Да, маловато будет, конечно. Быстренько польем. Хотя, польем, наверное, все сразу. Надо сейчас посмотреть. Два помидора. А, у нас помидоров здесь нет, правильно? Давайте возьмем 6 семян помидоров. Так. Тыква вроде хорошая, вполне, в плане сытости. Возьмем ее. 6 семян. Еще дополнительно морковка. Хорошо заходила тоже. Давайте, наверное, морковки побольше сделаем. А, и лук нам надо еще. Вот этот. Для разнообразия. Возьмем его. Семена пока посадим. Так. 7. Ну, и одну морковку еще дополнительно получится посадить. Остальные семена пока что в сундук переложу. Возьмем лом этот. Так, семена. Вот. Морковные семена. И гриб какой-нибудь добавим. Может быть, надо будет еще потом кастрюль побольше сделать. Потому что голод на максимальной сложности это жесть какая-то, конечно. Так. Надо все быстренько полить. И оставить одно ведро, набранное. Отнесем его в шахту. Мне кажется, просто, да, вот это заграждение откроется и посмотрим сейчас, короче. Давайте мы успеем сбегать в шахту, я думаю. Да, пошли. Места немного есть в инвентаре. Того робота мы, наверное, трогать не будем, опять же. Потом сделаем себе какую-то дубину или, может, найдем какое-то оружие. О, еще гриб. Так. Я воды принес. О. Да, двери просто открылись. Золото тоже. Вот, блин. Вот, блин. Окружают. Ау, 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 ау. Уходим, уходим. Уходим вглубь. Забирая все грибы по дороге. Куда мы тут пришли? Красная руда. Красная нам надо. Пошли. Как тебя так? Снимаем режим боя. И... Собираем красный кристалл. Не руда, да, а кристаллы. Так, все, я пошел. Пошел, пошел. Тут больно, страшно. Надо поесть, надо броню сделать, надо оружие сделать. Давайте сейчас еще, может быть, вот тут соберем немного мусора. Кыш, 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 кыш. Вниз. А, вифт еще ниже. Ух ты. Ясно. Я думал, может быть, выход наверх где-то короткий, типа, срез будет сюда. Но нет, ладно. Ну мы красные кристаллы раздобыли, можем теперь активировать телепорт, по идее. Так, уходим, уходим. Он медленный, он медленный. Ты тоже медленный. Не попадешь, не попадешь. Все, хорошо. Быстро ворвались. Посмотрели, что там еще. Ходить и ходить. Так. Угля у нас вроде немного есть, да, в запасе. Четыре штучки. Нам пока хватит, я думаю, да. Так, хорошо. Тут еще уголь рядышком есть, если вдруг чего. Так, секунду. Ага, да, продолжаем. Немножко я отвлекся. Интересно, когда будет нападение первое. Так, теперь давайте посмотрим. Пойдем золото выкопаем. И сделаем... Чипов этих. Золотых. Печка у нас есть. Можем переплавить. Золотишко. Я думаю, нам этого пока хватит даже. Как там еда? О, еду надо забрать с котла. И приготовить. Что мы там приготовили? Среднее блюдо. Окей. Так. Печь. Золото. По одной штучке добавлять, да? Ой-ой-ой. Как. Да, надо будет больше печек ставить, всяких разных. Забираем. Давайте посмотрим, что мы еще можем съесть. Тыква, гриб, морковка. Меня вариант такой устраивает. А, да. Вместо гриба я положил это. Ну ладно, сейчас вот это вот докинем следующим блюдом. Так. Есть. Давайте. Вот так сделаем. Можно из грибов консервы сделать просто. У нас грибов реально много, да? А консервы нам могут пригодиться. Я правда не знаю, мы сейчас... Что получается? Инвентарь переполнен получается. Я понял. Так, нам в любом случае понадобятся кирпичи. Можно перекрафтить все это дело. И вот у нас инвентарь освободился. Коричневая. В конце 20. Ну, это лучше, чем у грибы так просто есть, да? Как бы все равно. Но эти консервы, они стакаются. В этом их преимущество. От... Ну, в отличие от другой еды. И готовятся моментально. Что тоже как бы... Хорошо. Пожалуй. О, я сожрал этот гриб. Не то, что я хотел. Давайте. Так, консервы. Ну, тоже разные получаются. В зависимости от ингредиентов, которые мы добавили. В этом плане система тут довольно неплохая. Голод. Давайте поедим. У нас еще есть капуста, которую я... Не та самая, да? О-о-о-о. А, еще растет. Хорошо. Немного помидорчиков, морковки. Всякие разные... Варианты для... Пропитания у нас есть. Так, этот кристалл отложим. Пошли. Мм. Это... Нам два чипа надо, правильно? Желтых, золотых в смысле. Ау-о-о-о. Мы не можем... Да, я не посмотрел на это. На этот момент. Согласен. Ладно, надо рубануть еще древесину немного. И... Сделать еще, может быть, парочку сундуков. А то барахла уже много собирается. И, наверное, сейчас освещение поставим. У нас генератор как бы есть. Можем себе позволить. Первым делом вот сюда я сундук хочу. Вот здесь сундук. А, да, надо сначала... Первым делом надо досок наделать. Десять штук. Хорошо. Что там у нас? Окей. Можно выложить немного барахла. Вот уголь нам пока не надо. Красный кристалл пусть будет. Камни тоже. Ну, в общем. И... Сюда надо слитки было поперекладывать. Пока будем плавить. Руда нам в чистом виде не нужна. Да, в слитках она в любом случае используется. Просто доски надо еще для освещения. Так. Ага. Ну, давайте мы вот здесь лампу поставим возле верстака. И... Она не работает? О, работает. Как-то так. И урожай уже снова созрел. Все, нет места, да? По-моему, пишет игра нам. Давайте посадим семена. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот так вот. Морковку посадили. Что там? Помидорчики. Еще четыре семечка. Маловато получается. Мало получилось помидоров, по-моему, да? Семян. И морковки. Мало получилось. Но... Как раз, да? Три семечка морковных будет. Раз, два, три. Три. А, еще один есть. Ну, а, у нас... Вот, парочка семян морковных есть. От одного избавимся. Так, хорошо. Ну, теперь, конечно, снова надо все полить. Пока еще поливочную систему я не организовал. Поставил готовиться сейчас еду из морковки, цветной капусты и тыквы. Давайте сделаем из тех же ингредиентов. И консерву, чтобы сравнить. Инвентарь переполнен. Так, слитки. Можно выложить... Не сюда. Так, вот сделаем. Оп, есть. Это у нас получилось большое блюдо. Консерва, по-моему, тоже у меня не поместилась. Давайте сейчас. Зеленая консерва получилась. 35. Голода восстанавливает. Ну, да. Заметно меньше, чем просто вкусная еда. Но зато стакается, да. И можно с собой в походы в более долгие брать запасы консерв. Это да. Так. Хорошо. Сейчас последний кусок золота переплавится. Освободим инвентарь. Выложим. Давайте сделаем теперь верстак для... Стол оружейника. Вот. Стол оружейника. Пропустим тут место немного. И сделаем... Стол бронника и стол алхимика. Я думаю, да. Давайте вот так. Чтобы понимать, что тут крафтится. Так. И можно будет здесь еще сундуки возле каждого поставить верстака. Но тут зелье. Понятно. Кислородные баллоны. Из травы делаются разные. О, красная трава для зелелечения. Ясно. Меня интересует рюкзак. Рюкзакам, да, вроде бы нигде нет. Но, по-моему, он есть в игре. Значит, просто его надо найти где-то. Может быть, к роботу прийти? Как вариант еще, да? Давайте посмотрим. Сейчас я заберу вот этот слиточек. Переложу его сюда. Сколько нам нужно для... Еще не хватает. Чуть-чуть. О, есть доски у нас. Отлично. Давайте сделаем еще один сундук. И я еду туда выложу. Вот так вот, наверное, мы поставим. Мы можем строить еще, как бы, да, укрепления разнообразные. Ну, в виде стен деревянных пока что. А не только деревянных, да? Мефриловая стена. Заборчики разные. Дом можем вроде как построить с стенами, с окнами, с дверьми. Но пока... Пока мы на улице будем, я думаю, обитать. Так. И сюда, да, я хотел выложить... Давайте я, наверное, еще консерв тоже приготовлю. Запас небольшой. Зеленых вот этих. Три штуки. А у нас еще такие есть. Можно будет... Поесть их. И вообще, я что-то смотрю пока, что нет смысла... Выращивать что-то, кроме вот этих вот ингредиентов, да? Кроме... Кроме этой еды. Лук и помидоры мало прибавляют. И из них более плохая еда получается, как по мне. О, нет. Две морковки кинул. Блин. Сейчас хреновая еда получится. Так. Что там у нас? 50. Доски я выложу. Этот хлам тоже выложу пока что. Кислородные баллоны, я думаю, мне тоже пока не нужны. Сканер лута я с собой особо тоже не ношу, не пользуюсь. Ведро я оставлю на всякий случай. Грибы тоже можно выложить. Грибы нам не надо. Ну и, в принципе, пошли. Пошли к роботу. Вернемся. Он просил на следующий день прийти. Я и так уже один, по-моему, лишний день прождал. По идее, у нас есть в инвентаре слот для рюкзака вот здесь. Ну, я так предполагаю, что это рюкзак. Броню тоже интересно будет сделать, конечно же, но пока давайте. Робот у нас на севере. Пошли на север. А, и, блин, да. В портал нам надо было зайти. Давайте сразу. Хорошо, что тут все недалеко. Телепорт, точнее. Оп. Требуется... Такс. Пять. Пять. О, есть. Получено достижение. Телепорт. И немного утиля мы еще можем здесь забрать. Давай, слишком далеко говоришь. Ну, камон. Так. И что? Как это работает? Го сюда. Нет. Мы красную кнопку там подобрали. Она пошла вся куда-то... А, нам навес еще нужно построить. Вот наши специальные предметы. Телепорт. Кнопка активации. Или... Наверное, мы сюда можем попасть. Попасть, попасть. Так, сейчас разберемся, как это работает. Да, это вернуться мы сюда можем. То есть, к нашей базе можно будет вернуться. Но нам пока да, к роботу вроде не надо. Нам надо построить деревянный навес первым делом. Я так понимаю. Так. Что там с навесом? Стену и крышу, типа, чтобы поставить... Ну, я так понимаю. Стену и крышу, чтобы мы могли поставить этот самый... Кровать там. Может быть, так это работать должно. Но нам надо древесина еще, в любом случае. Сейчас еще веток пособираем здесь тоже. Эти что-то не собираются ветки. Какие-то неправильные. Так, и правильно здесь же используется... Ай, камень еще здесь. Причем камень не это самое. Я понял. Не в кирпичах. А у меня только кирпичи здесь. Так, уголь. А, есть простой камень тоже. Отлично. И можем вот эти штуки сюда тоже выложить. Так. Доски. Маловато, наверное. Все равно будет 4. Только на это используется. Ну, давайте я поставлю вот так. Поставлю... Лестницу надо теперь ставить. Серьезно? Ага. И, по идее, крышу вот таким вот образом ставить нужно будет. Ну, давайте сейчас соберем еще немного древесины. Ууу, надо поесть. Ну, у нас сейчас запас еды уже хороший такой. Так. Давайте, может быть, сделаем еще один тайл пола. Вот так. Здесь можно будет кровать поставить. Ну, и что там, крышу. Ну, как ты мне навес предлагаешь сделать? Забор, стены. Титановый пол максимальный. Я не вижу крыш. Вот в чем проблема. А, вот... А-а-а-а! Вот он навес. Я понял. То есть мне предлагали в шалаше спать. Это навесом называется. Это сильно. Навес. Кому надо этот... Шалаш. Давайте я его сюда куда-то поставлю. Переживите одну ночь. Мы уже столько ночей пережили. Можно, кстати, будет просто поспать. Как только потемнеет. Теперь в навесе. Но я не хочу навес. Навес это бомжатский вариант. Короче, крышу нам, как я понимаю, не нужно делать, да? Давайте поставим стен немного. Хочу ли я окно видеть? Я не уверен. Давайте сделаем тогда уж. Раз такая пьянка пошла, сделаем здесь подобие дома. Перенес я в домик верстак. Кровать мы тоже можем себе позволить. Давайте, может, лопаты сейчас пнеете, типа, выкорчевываем. Так же это должно работать. Ну, как во всех остальных играх. Одно дерево получили. Но все равно нам придется повыковыривать все это делом. Так. Мне нужно поесть уже. Блин. О. Есть немного супа для тебя. Так. И ткань нам нужна была. Ткань у нас вот здесь есть. Может быть, лучше бы ткань на что-то другое использовать, конечно. Чем на кровать так вот сразу. Но мне хочется кровать поставить. Вот так вот она много места занимает. Так. Хорошо. И давайте мы поставим еще немного стен. И не хватает чего? Древесины снова. Окей. Пойду копать. У. Топор скоро сломается. Это плохой знак. Давайте мы посмотрим сейчас, что у нас. Утильный топор. Медь нужно, да? У. Навыков не хватает. Это беда. Железо. Да. Из железа всякое барахло я могу сделать. Молоток. Булава. Так. У нас, наверное, здесь, да? Инструменты именно рабочие. Вон. Дешевый вариант. Простой. Железный топор. Хорошо. Сейчас давайте, наверное, еще пни немного повыкорчевываем. Что там у меня? А, я могу доску одну как раз сделать. Этого должно хватить. Вроде бы. Даже две могу сделать. Тут один к одному идет. И сделаем железный топор. Во. Теперь можно смело рубить дерево дальше. Так. Ну все. Я готов, в принципе, доделать дом. И сейчас уже как раз ночь наступает. Мы можем поспать в доме. Жалко, что крыша к нему не цепляется, да? И крышу мы не можем никак сделать, как я понимаю. Надо только поставить на ночь еду готовиться. И, может быть, поесть даже сразу. Было бы неплохо. Еще до ночи я успею разочек приготовить. Да и урожай собрать тут уже тоже пора, пожалуй. Да. Ну и сейчас, наверное, я посажу морковку, тыкву и капусту. Пока что и все. Места нет в инвентаре, да? Так. Значит, выкладываем вот это дело. Тыква, да? Морковка, да? Тыква. Цветная капуста, да? Томаты пока нет. Лук-порей пока нет. Грибы тоже можно выложить. Собственно, сами томаты тоже можно выложить. Так. Все вот это садим сейчас. Давайте пока... Приготовим еще еды немного. Так. Морковка. Допустим. А, это я слишком далеко. Подожди, вот так. Это у нас тыква. Как мы тут сделаем? По какому количеству садить? Так, чтобы... Примерно поровну было. Как-то вот так, наверное. Что у нас? С цветной капусты всего лишь 5 семян получилось. Маловато, конечно. Надо обязательно, да. Ну, в любом случае, мы можем садить тогда все остальное пока. Тыква из капусты. Сделаем сейчас добавку. Два семечка. Где-то было семечко морковки одно у меня запасное. Все. Порядок. Еще разок. Заготовка еды. Все это добро полить теперь. Было бы неплохо. Быстренько. Так, ну вроде бы все. Давайте ляжем спать. До рассвета. И можно поговорить теперь с Расти. Пошли. Поговорим с ним. Что он нам расскажет. И потом можно будет... Ой, зараза. Подождите. Он отреспаунился, по идее, да? А я дубину так и не сделал. Но нам пока не надо. Пока пойдем с Расти поговорим. Как раз насобираем. Может быть материала немного для оружия нового. Может эту бомбу можно разобрать? Или лучше не стоит бомбу пытаться разобрать? Так. Мы где-то вот прям рядом. Вот, да? По идее, нет. Нет, сверху, значит, нам. Наверх надо. О, тут еще. Еще металлолом. Так, кислородный фильтр, стрелка туда, наверх, да? Значит, все же. Еще кусок металлолома надо взять. Так, у него мы тут все забрали? Камни там у нас остались, да? Так, я еще хочу взять тут утиле кусок. Сейчас посмотрим. О, книжечка, которую я не заметил, да? Как раз нам красная нужна была очень. Расти тут рыбу ловил, пока ноги не сломал, наверное. Сейчас, я думаю, будет задание его отремонтировать. Еще сверху книжка. И сундук, который я, наверное, тоже не лутал. Так, давайте внутрь зайдем. Посмотрим. Заберем камни, которые я тут оставлял. Просто книги, ничего интересного, говорит. Ничего интересного. Тут ничего точно интересного. Так, и вот эту книгу, да, я пропустил. У, дубина. Так, хорошо. Рад снова тебя видеть. Какой у тебя план? Наша главная цель активировать все фильтры. Но давай начнем со снов. В этом биоме две научно-исследовательские станции. Если ты подключишь их к питанию, я смог бы найти точное расположение кислородных фильтров. И других мест, где я могу найти источник энергии. Возле твоего корабля есть укрытие по щитам. Вернусь, если найду что-нибудь полезное. Так, хорошо. Радиовышка. Вообще, надо было, наверное, кристаллы взять, чтобы активировать телепорты, если вдруг мы их найдем. Я думаю, что мы найдем их. Еще грибы. Надо ли мне грибы их собирать дальше? Я даже не знаю. Вот, собственно, цветы. Да, фиолетовые, по-моему, не самые полезные. А вот красные цветы. Было бы хорошо пособирать. Но не вот эти. Синяя трава. О, инвентарь заполнен уже. О, елки-палки. Да, я не выложил траву. Ну и мы можем, в принципе, поесть немного. Но сейчас чуть подождем. Семена, древесины. Всякое разное мы еще найдем без проблем. Так. Я немного потерялся. Мне на север получается. Да. Оп. Ну, у меня дубина есть, если что, теперь. Я могу вломить ему. Только дубину переложить куда-то в слотике активно. Ну, давай. Давай. Ты сам напросился. Разобрали его. Ммм. Укрытие. Вполне. Так. Еще немного барахла. Давай посмотрим. Аккумулятор. Маленькое блюдо. Я пока не голоден. Так. Помидоры тоже нам не интересны. Книга навыков. Еще одна книга навыков. Может быть, теперь мы сможем сделать это. Так. Полон. Не уинтарь, что ли? Нет. Поливочную машину. Мы две красных нашли книги. Нам, по-моему, четыре нужно, да? Как раз. Четыре технологии. Все. Теперь нужно с Расти снова поговорить. Вернуться еще. Цветы синие. Интересно. Кислородный фильтр. Так. Мы можем съесть еще вот этой вот еды. Слотик освободим. Так. Ну что. Я нашел аккумулятор. Этого должно быть достаточно. Первая станция находится недалеко. Я отметил ее на твоей карте. Также уделим больше внимания своему оборудованию. Это место может быть опасным. Подключите аккумулятор к радиовышке. Вот. Ну и теперь мы можем телепортироваться вот в эти активные телепорты. Вот таким вот образом. То есть не отсюда, куда бы мне хотелось, да? Как я понимаю. А вот просто отсюда возвращаться. В телепортационную, в эту комнату. Ну и мы на базу вернулись. Так вот быстренько. Давай. Это он лупит, да? Нездоровый вообще такой. Урон у него. Так. Теперь вот эту штуку мы разберем. Она нам не нужна... О, стоп. Не закрыть. А-а-а. Разрушить. Вот так. Ну и на этом пока что мы серию закончим. Следующая серия. Если вам игра понравилась, то мы продолжим. Не забывайте писать об этом в комментариях, если вы хотите видеть больше серии. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся, может быть, в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok